Всем добрый день. Я хочу себя представить, постольку, сколько мне надо меня представлять. Зовут меня Харченко Александр Генрихович. Я занимаю несколько должностей. Главная должность – это я директор Анкового биоцентра, организация, которая создана в конце муевых годов для внедрения передовых технологий в сельское хозяйство. Вторая организация, которая представляет Национальная технологическая палата, я поседатель Эгрокомитета Национальной технологической палаты. Это должно заставлять меня знать о том, что творится во всей стране, и я большую часть времени своей жизни провожу в поездках. Третья моя должность – я главный агроном, начальник отдела агротехнологий в союзе казаков в городе России и зарубежья, в чине казачьего полковника. И это тоже помогает мне в поездках, потому что казаки есть везде. Когда у меня бывают сложности где-нибудь в Красноярском крае, я могу кому-то обратиться, и кто-то мне поможет. И, кроме того, я член Международной организации МОН, борьбы, организация, которая занимается изучением борьбы с пластиковыми растениями и микроорганизмами, ну, еще, как говорят, общественных таких возрастей нам не есть. Тема моего сегодняшнего выступления – это «Основные этапы перехода на ноутил», философия, логика перехода и что нам нужно знать о здоровье почвы. На самом деле, всем будет роздана, кто хочет, книжка «Основные этапы перехода на ноутил». Я написал ее в 2008 году. В 2011 году мы немножко переписали. Сейчас, конечно, необходимо третье переписывание. Там все вопросы, которые я сегодня буду задевать, они более подробно разбираются. И есть вторая книжка, которую тоже я советую вам взять. Это можно взять бесплатно. Как у вас говорят, Ханя Баблиц. Книга называется «На пути к сухому земледелю австралийского опыт России». Ну и за рубежных стран, в том числе в Казахстане, где я специально ездил, изучал эту систему, встречался с австралийцами, целой делегацией, которая приезжала из Австралии. И один австралиец, который работал на Южном Урале, работал в Башкирии, и который работал в Южном Судане, например. То есть Южный Судан очень жесткая для врачей и пшеницы в климатическом отношении зона. И он ядрял опыт Юга Австралии, где их условия приближены к самым тяжелым условиям. Ну, например, для них условия Калмыкии, ну, примерно вот условия Калмыкии, условия Юга Австралии, они одинаковые. Вам это будет интересно, потому что «Наутию» как система земледелия, она двигается несколько лет. В России она заходит, к сожалению, только вместе с продавцами сериалов. Заходили американцы в 90-х годах, в нулевых годах заходили аргентинцы. Частично в некоторых зонах аргентинская модель у нас прижилась. Австралийская модель именно на сухой степи, она прижилась только в восточных районах страны. То есть это Южный Урал, юг Челябинской области, Башкирия и Казахстан, могу сказать, там 500 тысяч гектаров сейчас. 200 тысяч гектаров это сделали за последние 10 лет в Республике Башкортостан, 12% площадей. Там возделывается по системе «Наутию». Но дело в том, что страна огромная, и вот эти опыты совершенно в разных регионах, и совершенно нет пересечения. То есть вы можете знать, что там что-то есть, но для того, чтобы разобраться подробно, вам нужно просто туда поехать. А такой возможности у большинства просто нет. И еще одно понятие, которое я ввел в заголовок, что нам нужно знать о здоровье почвы. Здоровье почвы — это понятие, которое на английском языке звучит как «соил хэлф», было введено американскими учеными в 2000 году. Оно введено как система понятия, система представлений. В Википедии на английском языке есть большая статья «соил хэлф». А также, если вы наберете в интернете «соил хэлф» «ЮСДА», то есть «ЮСДА» — это объединение степени «Агрокалча». Так называется Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов. Огромный раздел, огромное количество информации. Компьютер в Яндексе переводит все на русский язык. Немножко корявый перевод, но советую вам ознакомиться. Когда на последнем съезде почвоведов, я говорил с двумя нашими ведущими почвоведами, это Шуба, это президент Ассоциации почвоведов, общества почвоведов, и Валерий Кирюшин, он был зав. кафедры в Тимиревской академии, сейчас он работает в Институте почвоведения в Москве. И я спрашивал, что и просил о необходимости введения этого понятия в российскую систему понятий. Они сказали, нам не надо. У нас есть много понятий под названием «экология почвы» и так далее, и так далее. Нам это понятия необходимости вводить нет. Но мы должны понять, что если мы хотим перейти на новую тему, нам восстановление здоровья почвы – это тот золотой ключ, который открывает Ассоциация. Если мы не включаем здоровье почвы, Ассоциация у нас не запустится. Я об этом буду подробно говорить и даже покажу маленький фильм, и может быть даже не отключится, это будет интересно. Общая тема, которую мы ведем уже много лет, называется «Необходимость и возможность смены агротехнологического уклада в сельском хозяйстве», где мы разбираем экономические и экологические аспекты. То есть это кусочек этой темы. Для начала я хочу обновить 2-3 понятия основные. Понятие почвы. У нас из отцов-основателей этого направления является Докучай Василий Васильевич. Он доказал, что почва – это не просто бурная порода, естественно, историческое тело. Если вы знаете, почвоведение вышло из геологии. И они рассматривали почву как четвертичную коробу вековую. Следующий человек – это Павел Андреевич Косточев. Они жили в одно и то же время. Он изучал биологию почвы, он изучал структуру почвы. И если мы хотим когда-то разобраться, каким образом нам вращивать структуру и не страдать от засуги, то первой основой понятийной заклады был Павел Андреевич Косточев. Например, он сказал, что если почва имеет структуру до глубины метра, естественную, рыхлую, агрегатированную и способную пропускать туда влагу, то в любой зоне страны, будь то в юг России, будь то по помощи, которая тоже подвергана засухам, никогда проблемы на земной пшеницах не будет. Всегда будет нормальный урожай, даже в условиях абсолютной засухи. Мы завтра будем проводить семена, как избежать метеонокамута. Я буду разбирать на примере ряда хозяйств Ростовской области, когда все соседи задисковали поля, потому что была засуха, и потому что было минус 12 начальных выходов трубку, а мои ребята получили от 35 до 40 центов гектара. Если интересно. И последний человек тоже жил примерно в это время, написал книгу «Новую систему земледелия» Иван Евгеньевич Овсинский. Книга написана в 1799 году. Он, собственно, не занимался ноутил. Еще тогда такой системы понятий не было, но это был первый человек, который выступил против плуга и сказал, что знаменитый корпус с ними снарядами до военного разрушения не принес столько вреда, чем очень сколько принесла одна фабрика плугов для глубокой вспашки. Если кому попадется эта книга, думаю, самый главный момент в этой книге не та технология, которую он дает. Я думаю, что нет смысла ее воспроизводить, но она была сделана в конце XIX века. А вам нужно будет понять аспект так называемого понятия атмосферной эрегации. Основная идея атмосферной эрегации заключалась в том, что если у нее перепад температуры от поверхности глубины 10 сантиметров, то в почве происходит конденсация влаги. И количество влаги примерно равняется от 1 до 5 миллиметров условного дождя, который земледелец может получить. Независимо от того, какая погода, какая температура на улице, она будет быть плюс 40, но если есть перепад температуры, мы будем иметь условный дождик каждый день. И это все к понятию здоровья почвы. Два-три слова о почве. Когда мы стоим на Земле, от густоты нас отделяет 15 сантиметров толщина верхнего слоя почвы, от которой зависит жизнь на планете. Что почва — это комплексная смесь минерального вещества, органического вещества, живого организма, воздуха и воды. То есть это частички глины, частички песка с клееной органикой и мертвой органикой живой. Там происходят мощнейшие биологические процессы. Происходит процесс почвообразования. Для почвоведов, я не знаю, логику, что у нас этого процесса. Если мы неправильно работаем с почвой, у нас процесс почвообразования останавливается. Тогда мы зависим только от минеральных задовлений. Есть термин плодоводия почвы — это способность почвы удовлетворять потребность растений в элементах питания, влаги и воздухе, а также обеспечивать условия для нормальной жизнедеятельности. Это гостовское понятие. Этому понятию достаточно много лет. Раз в 15 лет она должна меняться, но с 1988 года понятие не изменилось. Система архоичная, сильно металлогизирована и критизирована. Теперь, какие основные способы, вот то, что вам преподают для поддержания плодоводия почвы. Их два. В той модели, которую вам дают, первое — это кладут много-много минеральных удобрений. Считается, чем больше минеральных удобрений, тем лучше. А для того, чтобы поддерживать благоемкость почвы, рыхлость — это механическая обработка. То есть, сколько удобрений, сколько их сыпать, какая техника для обработки почвы. Нужно пахать, нужно пахать. Вот у нас, если мы спустимся на нулевой этаж, выйдем на улицу, вот вам в той интимной модели весь набор предложений. Что такое ноутил? Ноутил — существует несколько терминов. Ноутил — ноутилич без обработки. Представляете, вот если у нас построено все на обработке почвы, нам говорят, нет, ребята, можно не обрабатывать. Второе. Есть австралийское понятие zero-утил — ноль обработки. Есть понятие семра для директора. Если кто-то испанский знает, может поправить меня. Система прямого посева. То есть, все без обработки. На английском языке тоже звучит как система прямого посева. То есть, идет обработка посев без обработки. Когда появилась эта модель? Модель появилась около 60 лет назад, когда появился первый гербицид до сплошного действия. Для чего нам нужны вообще орудия труда? Нам нужны были всю историю человечества. Единственный способ борьбы с сорняками, который у нас был, это была механическая обработка. Либо глубокая, либо неглубокая. Но какие возможности были, какие условия грамматические складывались в разных местах, такая модель видела. То есть, система обработки была привязана к борьбе с сорняками. Как только появился гербицид сплошного действия, это был гербицид парагватки, он убивал только наземную часть. Потом появился гербицид сплошного действия, глифосат, который убивает полностью растения. Тогда появилась возможность задуматься о том, как создать систему, где вообще не надо будет обработать почву. Кто начал эту систему внедрять? Система была изобретена сумасшедшими фермерами, не учеными, которые просто стали пробовать. Вот всегда есть человек, который обойдет совершенно другие путем. Путем методов проб и ошибок возникла эта система. Она одновременно стала возникать в различных географических областях, поэтому у нас совершенно разные силки, совершенно разные подходы. То, что говорит аргентинец, это его правда, то, что говорит австралиец или канавец, это его правда. И когда все эти вещи заходят к нам на нашу землю, в наши фермерические условия, вы начинаете пробовать и говорить, вот эта система у меня не втекается, я ее прямо перенести не могу. Вот эту систему я перенести тоже не могу. Это селка вот этот год хорошо дала, этот год хорошо не дала. То есть это система, которая требует адаптации к существующим условиям. И наука, к сожалению, этим не занимается. В 90-х годах, в 80-х годах была одна группа в Саратове, в 83-89 годах. И в Нечерноземной Времчиновке Институт сельского хозяйственного Нечерноземной зоны несколько лет работал. Потом был почти 30-летний перерыв. Сейчас в Ставропольском крае профессор Гридигер на научном уровне пытается подвести базу, но, к сожалению, как бывает это иногда, подведена, взята за основу не та модель. Ему нужно было взять модель сухостепной. Он съездил в Аргентину и взял аргентинскую модель. Аргентинская модель чем отличается? У них 800 миллиметров фасад, это за сухой. Так бывает 1400-1600. А у нас приходится работать 300-450 в этой зоне. А может быть и 250. Поэтому нас интересует та модель, которая привязана ближе к нашим климатическим условиям. Теперь по удобрениям все-таки я немножко остановлюсь. Что такое биохимический потенциал урожайности, что такое благородие. Вот я считаю, тоже огромная ловушка, в которой оказались производители сиркоспродукции, нам дают понять агрохимический потенциал урожайности, что это и есть благородие и почвы. Агрохимический потенциал урожайности никакого отношения к благородие и почвы не имеет. Вот я взял с конференции Институт удобрения Непряченкова вот эту маленькую табличку. И тут показано, кладутся минеральные вещества, в поле видите, и в России, например, в среднем 17 килограммов ДВ, НБК, 25 центнеров средней урожайности, в Молдове тоже, Белоруссия решила идти своим путем, у них датированное сельское хозяйство, они кладут 185 килограммов ДВ. А урожайность пропорционально не выросла. А в Китайской Народной Республике построили несколько мощных комбинатов минеральных подоплений, если кто в Китае был, в Китае небо не видно, я был в Пекине, я был на севере Китая, в Сиянии, небо Береса, видно, что солнечный день, но небо не видно. Такой вот туман висит, смог, потому что построили огромное количество химических предприятий, и вот они сыпят 526 килограммов ДВ на гектар, это условно 1,5 тонны минеральных подоплений, если перевести с ДВ, и среднюю урожайность будет 59 центнеров. И у нас, нам же говорят, чем больше подоплений сыпите, тем вам будет лучше. Вот китайцы, они тоже прочитали, вот они 1,5 тонны сыпят, и получают 59 центнеров средней урожайности. Для того климата это нормальная урожайность. И у меня друг работал в Еврохиме, говорит, слушай, на северо-востоке Китая вообще земля перестала родить. Настолько засыпали генеральными удобрениями, что она не хочет родить. Вот давай что-нибудь придумаем, каким образом сделаем, чтобы она восстановилась. Но потом там сменилась руководство Еврохиме, пришла западная менеджер, они эту тему с Китаем, с Еврохимской, вообще с Еврохимой. Просто я показываю. Понятно, да? Что бы здесь еще сказать? Понятие о кладородии, кому нужно этот набор материалов я могу дать? То есть это и биологические, и физические свойства, и физическая составляющая, строение почвы, структура почвы, почва должна быть рыклой, и все такое прочее. Мы должны работать. И вот все, что нам дается, это просто способы механической обработки почвы. Нас интересует, каким образом мы можем запустить не химическую обработку, не физическую обработку, что прочее наше соответствовало условиям плодородия. Еще один интересный момент на теории питания растений в 19 веке, которая перенесена в 20 век, оттуда пришла в 21 век. Мы все учились по учебникам, где говорится, что питание растений, это минеральная соль, азот, фосфоркалий, мезомикоэлементы, микроэлементы, и удобрение основы. А все остальное, все, что есть, это в почве есть, это за счет минерализации органического вещества, то, чего нам нужно дотянуться, и то, что нужно забрать. Интересная вещь, что в Рибе жил в 1842-й годах. Позже него был такой Яков Леновский, он был профессором МГУ в Москве, он написал свою диссертацию, пытался соединить две разные системы понятия, и был автором системы миксотрофного питания, что растения обладают способностью питаться и минеральными солями, и органическими веществами. Учебников у нас этого нет, как-то у нас это все уходит, но если мы знаем, если кто работает на Земле, мы знаем, появились удобрения с аминокислотами. Есть ли? Работает ли то? Да. Аминокислотные препараты для обработки семян, для обработки по вегетации дороговато, но тоже можно работать. То есть, растения могут усваивать через лист органические соединения, и я, например, сторонник миксотрофного питания. И тогда у нас получается, или мы почву превращаем или превращаем почву в такую систему гидропоники, где мы игнорируем полностью биологические процессы в почве, либо мы запускаем биологические почвы мощные в почве, тем более все это привязано к процессу почвообразования, и растение получает огромное количество органических соединений, которые оно тоже может использовать. Кстати, самые хищные растения, скульптурные растения, которые мы знаем, знаете, которые? помидоры, любят рыбу и могут насекомыми полакомиться, и все такое. Есть вообще в тропических лесах хищные растения, которые питаются даже в любопитающем. Но это так, это просто немножко для общего развития. Помидоры, в смысле, послёновые, помидоры? Помидоры. Есть ли разница между бонететом почвы и плодоводием почвы? У нас какую-то связь эту делают, между бонететом почвы и плодоводием почвы. Но я плодоводием почвы, это просто берут разумеется. Сейчас подключите форумы. Сейчас. Сейчас объясню. Смотрите, бонетет определенный в пунктах, до 100 пунктов доходит. Сама это сильно развита на западе. Я сам из Германии, там 90 пунктов, там 80 пунктов, значит, очень высокое плодородие, очень ценная земля. плодородие, но оно ничем не определяется, ни в каких пунктах, ни в каких... Вот в чем... Как вы... Знаете, мы можем привязать, как вот эти вот товарищи из общества почвоведов, они говорили, у нас есть экологические функции почвы, у нас есть расписанные понятия. Понятие здоровья почвы, это сводное понятие. оно как бы в разных плоскостях находится, оно пытается объединить много вещей, ну, например, тут у меня эта таблица есть, но я скажу как бы так. На целине на юге России должно быть 30 тонн живой биомассы. 30 тонн. Если на коробу перевести, сколько будет рамок? 30 тонн. Ну, по 500 килограммов коробу это значит 60 короб на гектаре, если короба поменьше, это будет 90 короб на гектаре. Были почвы, были участки степи в Ставропольском праве, где находило до 90 тонн живой биомассы. И я пытался у почвоведов спросить, насколько можно убить почву. Они мне сказали, почву можно убить до условных 500 килограммов живой биомассы на гектаре. Дальше убить очень тяжело, потому что за жизнь они все-таки цепляются. Но в среднем, я думаю, в Ростовской области где-то от 1,5 до 2,5 тонн живой биомассы. Кто поможет? Сюда. то есть если вот эти вот 2,5 тонны живой биомассы дают условные 50 килограммов ДВ азота, 50 килограммов остальное, но 50 килограммов нам говорят, знаете, без удобрения вы 10-12 центнеров получите урожая, хотите больше сыпьте селитром, то если у нас 30 тонн живой биомассы, мы можем забыть про селитову, и есть целая технология, вот сейчас она заходит к нам со штатов, если кто-то посещал ассоциацию сторонников прямого посева, она собиралась в последний раз 3-4-5 февраля в Ростове-на-Дону, то там разбирался вопрос, собирались здесь, на первом этаже, там, где выставка, и там ставился вопрос, вообще можно ли сделать много, и вот в Южной Докоте есть 2 человека, все в Южной Докоте ревилер на севере Гейнбэк, они разработали систему, как восстановить, увеличить живую биомассу, и чтобы мы имели условных 275 килограммов ДВ азота за счет биологического азота, 275 килограммов ДВ, это у нас получается больше 700 килограммов севита, и с Ростова-на-Дону года 2-3 назад ездили в Южную Докоте в Гейнбэк, и он показывал поля кукурузы, где не используются никакие минеральные удобрения, и средняя выраженность кукурузы 70 центов, а на других полях, где он использует и минеральные удобрения, и всю химию, там урожайность 80 центов, то есть на химии получилось лучше, но экономика, конечно, на 70 центнерах, где не употребляется минеральное удобрение, она совершенно другая, то есть выгоднее делать так, можно ли сделать это здесь? в 2006 году мне попалась статья в журнале «Дни вырезания», ее перепечатали, это создание «Деловой крестьянин», «Деловой крестьянин», который будет выставлять то, что мы сегодня рассказываем, мы сегодня это можете посмотреть, они наткнулись на одного феврора, в первой зоне Ставропольского края, это сухостепная зона, это подбрючье, Калмыкия, человек, который получал 46 центнеров пшеницы с клейковиной 41 без одного грамма минеральных удобрений, и ее перепечатали, перепечатало много изданий, директор Рязанского инисельского хозяйства сказал, я плачу тебе поездку, съезди с моим замдиректором, разберись, мы поехали, что мы обнаружили? Действительно, такой фермер был, это не легендарная личность, звали его Касич Александр Александрович, он начитался всяких разных книжек по искусству плодородия и так далее, и решил попробовать. Они выращивали пшеницу по пшенице, потому что он где-то вычитывал, что эти древние шумеры выращивали пшеницу по пшенице и не парились. Первый год у него рожанность было 7 центнеров с гектаром, второй год у него рожанность было 9 центнеров с гектаром, третий год у него рожанность было 12 центнеров с гектаром, и любой нормальный человек, в этом случае уже давно-давно остановился. Ну, Кассич был шайной фермер, как те, которые создали систему наутил, он пошел дальше, и в 3-й год, в 4-й год, 34 центнеров с гектаром получил, а в 5-й год он получил 46 центнеров с гектаром с кальковиной 41, не применяя ни одного грамма минерального удобрения. Пшеница по пшенице, мягкая пшеница, 41 единица кальковины, это первый класс. Ту пшеницу, которую мы забыли, у нас сейчас где-то четверочка, это считается нормальной. Что он делал? Он заказал биологический состав микробный с Дальнего Востока, есть такой препарат Кюссей, автор его Терло и Хиего, который создал этот препарат, он создавал вообще препарат для разуплоднения почвы в мандариновых садах. То есть его задач никаких сложных не было. Бывает тоже дилетант делает большой прорыв. Вот он был садовод и делал микробный препарат, не имея каких-то особых специальных знаний, но вармейские это знания вообще всесхозяйственные, тот уже где-то учится. То есть вот, ну, примерно такая база была. Он выделил какие-то почвообразующие микроорганизмы и попытался соединить в одной пробирке. Легенда говорит, что там это 80 микробов в одной пробирке, но я вам хочу сказать, мы проверяли, больше 8 микробов мы никогда не находили. Мы составы заказывали в Японии, в составе препарата 8 микробов. Мы, в свою очередь, позже создали микробные препараты, в составе которых у нас 15 микроб, связанных определенными связями. То есть каждый микроб поддерживает друг друга. И если повезет, то какие-то книжки есть, если каких-то книжек нет, они есть у нас внизу на стенде. И там есть даже описание составов, которые мы используем. Вообще про себя я хотел бы сказать, то, что я упустил. Мы вообще создавали фирму для того, чтобы продвигать агротехнологии. Есть цена агротехнологии 6 евро на 1 гектар, человек сопровождает поле, и он эти деньги получает. Но мы, к своему удивлению, обнаружили, что нам никто платить не хочет. И тогда мы предлагали что-то. Мы взяли отдельно, какие-то минеральные подобрения, микроэлементы. Потом нашли какие-то микробные препараты, потом запустили аж целую разработку и производство препаратов. И мы разработали гидролизные препараты для миксотропного питания растений. И у нас получилось много-много всего. И у нас получились большие технологические возможности. И когда мы работаем с ферберами, мы говорим, мы технологию вам расскажем бесплатно, но ты возьми вот наши препараты. И одна из больших тем, которые у нас есть, это тема работы с пожневыми остатками. Мы сейчас говорим не про наутил, мы говорим про обычные системы земледелия и пахатую минималку. Мы дошли до того, что из-за деградации почвы у нас перестала разлагаться органические остатки. Мы начинаем катать. У нас солома прошлого года, у нас солома позапрошлого года. То есть такой дисбактериоз почвы. И запускающими препаратами мы сделали 4 состава, которые у нас идут. Работают нормально, я вам покажу. В том числе могу и фермы показать. Они совершенно разные, потому что на первом этапе нужна просто скорость. Фермер говорит, я хочу видеть результат, чтобы у меня вот сегодня есть, а вот через какое-то время соломы нет. А потом он говорит, я хочу, чтобы я ходил под землей и земля как бы подо мной пружинела. Это то, что делал Кассич. В общем, Кассич, он использовал микробные препараты. Ему удалось запустить процесс почвообразования с помощью микробов, нарастить живую биомассу. И когда он подошел к 6-му году, у него урожайность была 46, при средней районе 30. То есть рост урожайности у него получился в полтора, а потом даже в два раза. Но, к сожалению, все хорошее кончается. Гордеева, тогда министра сельского хозяйства, назначили губернатора Воронежской области. Ему пообещали там 20 тысяч гектаров под эксперимент. Он отдал, сдал землю в аренду, уехал туда. Через 2-3 года вернулся в лесово накрепавший. Землю у него перепахали. Весь этот многолетний, 6-летний эксперимент у него закончился. И он стал сильно пить и умер. Печень не выдохал. Ну, было большое потрясение для человека. Он достаточно молодой. Закончил, было у него высшее соисковеское образование, но он технает. То есть он специалист по технике, не по агрономии. К сожалению, все эти вещи делают дилетанты. Такая вот особенность человеческого мышления. И все, что мы взяли, мне вещь эта понравилась. Мы подвели под нее теоретическую базу. И моя задача была, каким образом перейти, восстановить, запустить процесс возрождения почвы. И при этом не получить вот эту яму, которую он имел, где у него урожай не спадало до 9-12 центнеров. Потому что если я приду к вам, скажу, да, и вот парень, все, биология у нас, селитра это зло, никаких давлений. И все, и вы провалились. И вы, 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 и вы с хозяйством 130 тысяч гитаров, Нижегородская область, Ульяновская, взяли, был хозяин, замминистра сельского хозяйства Нижегородской области, вот они сели на наутил, и у них пошло спонтанное уплотнение, и почва превратилась на дорогу, она стала вообще твердой. И я ему говорю, все, ты пришел, он говорит, да ты что, мне вот те, которые съелку продали, говорит, еще год-два, подожди, она разуплотнится, ничего там не произошло. Если рисовать график, у нас идет первое, начинается разуплотнение почвы, естественно, процесс восстанавливается под мульчой, я потом на этом подробнее расскажу, но процессы уплотнения почвы тоже идут по нарастающим. Если они пересекаются, ну где-то пересечения выше 1,3 грамма на комический сантиметр, плотная почва, значит у нас все падение урожайности. Падение урожайности, все это значит экономический график, значит нам нужно пересечение получить на более ранние даты и что обычно используется. Используется биологическая составляющая, можно вообще ничего не использовать, то есть как привезет, но если легкие почвы, потом урожая большие, органики много, хороших хозяин, землю не запустил, хуже подошву разрушал, там может быть проскочили. Вот здесь, я думаю, есть ребята, которые проскочили. Проскочили. Но усил есть у вас? Да. Получилось? Да. То есть то, что я говорил. Проскочили. А бывает не проскочили. И нам ничего не говорят, что делать. И я попадаю лет 9 назад, это было в Киеве, посольство Аргентины в Украине собрало конференцию по наутилу и привезли третьего человека по гаянию наутил в Аргентину. И он так, между прочим, говорит, ребята, вы знаете, у нас если идет уплотнение почвы, у нас есть специальные чизеля, чизеля для наутил. Вот пошло уплотнение, мы запускаем чизель, и все подрывают ложную подушку. Но он не эрхлит вверх, он просто подорвал, и все, и мы еще выиграли несколько времени, пока биологическая составляющая запустится. У меня есть показатель, как это будет. Я, правда, блок такой, как бы, теоретически немножко пропустил, но давайте я вам покажу. То есть есть чизеля специальные для наутил, и ничего тут постыдного нету в том, чтобы их использовать. Ну, когда они будут нужны, они нужны. Грона Москорерика. Грона Москорерика. Грона Москорерика. Стоит еще раз, так что мы видим, что 30 кг. И вот это, по-другому, практически на первую сторону. Поехали, это 2-3 см. И мы снова видим, что 30 кг. Не за ими 20 кг. И уже практически выжаем. По 30 кг. И уже выгоняется. Там уже разводится, у нас есть пища с джейми. Очень мощная, очень мощная. На начальных этапах подобные вещи, они допустимы. И когда мне говорят, вы знаете, есть философия на УТИ, это невозможно, это нельзя. Вот я показываю, как выглядит эта железка. Она сливает 20 тысяч долларов с перевозом в Санкт-Петербург. Но, к сожалению, у нас продавцы сейлок зашли, а продавцы вот этих чизелей, страницей, не зашли. Понимаете, вот такое бывает. Там программинный чизель накинет. Как? Там программинный чизель. Нет, смотрите, тут важно, что я понимаю, но у него особенность какая? Он двигается, не нарушая верхнего слоя. Ну, пол-то разделил. То, что можно подобрать у нас, взять черезки, воник СС, еще что-нибудь. У нас есть железки, которые можно для этой задачи подобрать. Конечно, итальянские чизеля, Распавдер, Артил, Артигрио, не пойдут они. Они для овощеводства, они вам тут все выговорят. Все выговорят. А здесь запускающие системы, видите? Я не говорю, что вы будете всю жизнь применение ноутил, использовать эту систему. Но у вас задача простая. Вам нужно запустить систему. Мы сейчас говорим, основные этапы перехода на ноутил. Основные этапы перехода. Когда у нас запустится система, нам эти вещи будут не нужны. Показываю вам маленький фильм. Две минуты. Вот здесь вот показано два вида состояния почвы. Здесь у нас огромное количество плесневых грибов. Плесневые грибы токсичны. То, к чему они приводят, к тому, что там мезофауна, она не хочет размножаться. С правой стороны вы видите достаточное количество живых существ почвы, которые живут в почве и делают свой дом. Они обладают способностью эту почву разлить. Что они делают? Вот здесь вот 15 недель за 2 минуты записываем все, что мы делаем. Наша задача, если мы хотим запустить ноутил, перейти на правый вариант. И смотрите, что на левом варианте происходит. Как слой органических остатков лежит на поверхности. Все, что он делаем, то вырастает токсичный плесень. Здесь у нас огромное количество существ. И многоножные клещи, и там кого только нету. Которые занимаются дистанцией этого всего. Дальше вечеречки, которые затаскивают маленькие кусочки листвы. А с этой стороны мы видим одна плесень. Если мы в почву накопили огромное количество плесень и грибов, а мы их накопили, откуда у нас огромное количество корневых гнилей, то при переходе на ноутил нам эту тему, эту проблему нужно решить. 15 недель за 20 секунд. Если кому фильм нужен, он есть в интернете, можете его меня скачать. Ключевым понятием при переходе на ноутил является восстановление биологической активности почвы. Теперь, где мы находимся сейчас, то есть с точки зрения современной системы заведения сейчас. Слышали так называемую систему Нормана-Барлауга или интенсивную систему земледелия? Слышали? Ну, кто-то учился, ребят, ну уж проходили. В начале 60-х годов Хрущев съездил в Соединенные Штаты и перевез систему, которая стоит на четырех кетах. Лучший сорт это гибрид, то есть сразу же запустили селекцию, много-много миллиардов давлений. Стали делать химизацию сельского хозяйства, стали строить заводы по производству химического давления. Третье. Хорошая защита с помощью химических средств защиты растений и по возможности полиции. Четыре основных момента, которые везде разбираются. Четыре основных пункта, на которых строится система вашего всесказечного газора. Какие новые сомна появились, какие удобрения есть, как их вносить, какая химия нужна для защиты, какая новая химия появилась. Спуститесь на первый этаж, вся эта модель, вот она присутствует. Какие проблемы подводные камни от этой модели? Проблемы две. Первая экономическая, вторая экологическая. Экономическая какая? Беспоритетный рост цен. Скорость роста цены химинного удобрения обгоняет скорость роста цен на сельхозпродукцию. За 2 кг в середине 60-х годов за 1 кг зерна давали 3 кг фосфорных удобрений, сейчас за 1 кг зерна дают стакан 200 г фосфорных удобрений. За 1 кг зерна давали несколько литров солярки, сейчас за 1 кг зерна стакан солярки выкупите. И вы должны на той модели, в которой много записано, сколько там удобрений, сколько химии, выстраивать экономику. Вы должны деньги песной вытаскивать, положить на стол. Вот положили. А когда вы очень не должны брать, у вас их должно быть больше. А вот часто бывает, сколько положили, сколько взяли. И у нас получилось из 200 млн гектаров земель в Российской Федерации, осталось обрабатываемых 85 млн гектаров земель. Потому что в реализован, где низкое естественное плодородие почвы, эти деньги не окупаются. Сельское хозяйство там умерло. Вот это модель Нормана Барлавуга, под которой подвязан вот этот вот международный агробизнес. Вот она запустила ряд двородических процессов, последствия для экосистемы. Мы видим разрушение структуры почвы. Видите, агрегатированная почва. С левой стороны почва слита. Это естественные процессы. Это процесс деградации почвы. Он идет повсеместно. На 99% полей у нас такая вещь. Или вот такая вещь, которую мы наблюдаем. Сверху обрабатываемый слой почвы, сантиметр 20, немножко больше, как в глубоком этаже. Снизу плита. Ширина плиты еще примерно 25 сантиметров, до глубины 45 сантиметров. Мы имеем водуспорный слой, который не дает воде просачиваться. Мы говорим, она зона недостаточного увлажнения. И вот мы имеем... Весной вода стоит на полях, потому что она туда провалиться не может. У нас стоит водоупор. И если пахать эту землю... Вот я в Татарстане такое удивительное орудие снял. Это диггер называется. Это польская такая машинка. Вот они пахали свои земли. Это внизу смену на 9-корпусном. За сутки, за 9-корпусный давал 38 гитаров пахаты. Потом стало 32. Потом стало 28. Потом стало 24. Начало уплотнение почвы. И все, и они отказались от пахаты, потому что жизнь заставила уплотнение почвы. Вот такая почва должна быть. Вот такая структура должна быть. Вот эта почва, если она такую структура видит, вся весенняя, осенняя, зимняя влага проваливается до глубины метра. И там она сохраняется. Кроме того, она не нагревается, потому что она полистая. И мы имеем от 1 до 5 мм посадков условных. То есть 150 мм в месяц. От 30 до 150 мм в месяц. Бесплатно. Просто откуда-то все это проваливается. Откуда-то все это приходит. И у нас есть такой сумасшедший фейермер в Саратовской области, зовут его Вася Пулагин, который в 2010 году, потеряв практически все, запустил вот эту новую модель, где отказался от отработки и запустил процесс восстановления почвы. Показать фейермер. Он сумасшедший. Такая область. Саратовская область. Я являюсь сурпостного производителя. Вы летите 6 лет где-то, например, артерии от ее, да? Мы до 60, 55 зелью поднимаем, да? Процессы почему-то не запускают. Также работаем от корневые гнили, да? А солома сегодня не направляется. Она реально будет лежать на почве. Получается, ошибка. Давайте о процессе расставлю. О процессе, да? Забираем пить эту смушку. Еще раз. Вы говорите, что запускается через 4 года? Нет, я говорю, как запустить. То есть у нас вопрос переходного этапа, периода. У некоторых запускается сразу, у некоторых не запускается. Нужно пинок хороший дать. То есть нужно просто что-то сделать. Вот я примерно так думаю. В фермерском хозяйстве Василия Кулагина, что в Саратовской области, недалеко от Балакова, пшеница не растет. Дожди бывают крайне редко. Земли разные. И сухлинок, и каштановые почвы с ранневосточным районом Ростовской области работают в основном по старинке. Землю пашут, паранойт, вносят удобрения и грустный результат. Мы нормально цветуем классическое возделываемое. В условиях моего клипки. Это возделываемое? Да, это были пары. Это были пары, папара. Получили такие зрелищные сходы. Здесь сажали землю и за день салили землю. Да, здесь была босевная. И естественно, как у всех в прошлом году, получилось плохо, потому что вообще не было осенью осадка. А я вот это уважаю. Да. Не беды? Ну, они нам бросили даже ее. Не столь веры. А что бы вы сейчас сделали с этим полем, если бы она была вашей? Я бы ничего не делал. Я бы все, что тут растет, оставил уже на растение. Ведь деревья в лесу растут. И в степи земля рахла. Реша задумался однажды Василий, зачем пашем? Спросил у отца Агроном. Ответ не устроен. И в 2010 году Василий пошел своим путем. Никакой обработки земли. Нулевая технология. Что это такое? Как так может быть? Говорит академическая наука. Надо пахать, барановать, рисковать. А науки, так называется, новая технология, говорит, ничего не надо делать. Просто в землю, в серню сажать семена, и все будет расти. Как это может быть? Сомневаются тоже земледельцы. Но некоторые пытаются это делать, и получается. И вот здесь, среди сочного подсолнечника, в земле 27 лет не было никакой механической обработки. И все растет и пахнет. Как? Первый секрет – все вооборот. Сначала сеют рожили и ячмень, даже не для урожая, а для соломы. И оставляют пожневные остатки. Чем выше, тем лучше. Они задерживают снег, влагу, корнями разрыхляют почву. Рож, два года кукурузы, подсолнечник и два года кукурузы. На следующий год подсолнечник. То есть мы сеем только деньги. Мы сеем только деньги. И вы видите, что, в принципе, она спокойно выживает. Вот так. Смотрите, цветет. А еще важно, чтобы в почве жили бактерии. Этот микромир буквально в смысле оживляет землю. Завершает процесс черви. То есть я вытеркиваю, вот этот пал, пал, вот этот кукурузный, я вот так вот стряхиваю, и полная рука червей. Копать не надо где-то там. Вот здесь приходите, здесь будет все. Земля дает урожай без удобрения, без павки, потому что работают естественные процессы почвообразования. Если существует нормальный симбиоз растения и почвенного сообщества, то почвенное сообщество обеспечивает растения необходимое питание, оно вытаскивает из песка, из глины, всю таблицу Менделеева, они обеспечивают его азотом, который связывает из воздуха. А растение должно кормить этих существ. Оно способно синтезировать из углекислого газа сахара, и оно может делиться живыми организмами. Если этот цикл запускается, то хватает всех. Преподаватель физкультуры сам освоил агрономическую науку. Не книжную, а натуральную, природную. Он чувствует землю, знает характер каждого поля, знает, что будет на нем через 10-15 лет. Выкапывая лопатой кусок земли, аккуратно затаптывает нарушенный слой. А в 20-летней ебаханой земле сам удивляется здоровью поля и растений. Здесь море азотное. Здесь море питания, просто агратор. А что такое давление? Я вообще не знаю. Вообще не знаю, что это такое. Понимаете? Это люди придумали, как загибать землю. Она спротивляется, а у нас агрономия – это наука, которая подчинять ее хочет. А здесь ее не надо подчинить. Ее нужно видеть, ощущать, дышать. И вы хоть вообще посмотрите, вот это живое, настоящая земля, это наше будущее. Это нефть. Обратите внимание, если в том случае земля сыпалась, как после пара сыпалась, как пыль, то здесь земля, вот он выигран, это комок, как кусок хлеба, хуристый. Вот там объедны червей, которые сухо, они сворнули скобочки. И 5-7 миллиметров осадка выпадет, тут же до глубины 15 сантиметров – это влага падает. У нас на распыленной почве 5-7 миллиметров выпадет – это будет сверху просто корочка. Вот эта земля дышит. Вот ему удалось принимать эту фишку. Он по образованию не агроном. У него папа был агрономик, когда он сказал, папа, я хочу идти в сельскохозяйство, он говорит, слушай, да сынок, пусть у нас в семье будет хоть один человек, который будет обивать чистую рубашку. И устроил его теперь институт на физкультуре. И Вася по образованию физкультуре. У него 11 тысяч гектаров. Тут было 8, сейчас у него 11. Он получает хорошие деньги. Но когда его спрашивают многие вещи, он отвечает как дилетант. Он говорит, а это просто удобрения, может быть, и применял бы, я не знаю, как их применять. Он вычислил 6 дней посева. Он сказал, день раньше, день позже, вы все равно. Если в эти дни попадаешь и съешь, можно выращивать без удобрений. Все. Подсолнечку у него 20 центеров с гектарами, кукуруза до 60 центеров с гектарами. У людей там шевицы не растут, а он выращивает кукурузу и подсолнечку. У него 2 года кукуруза, большое количество растительных остатков, и подсолнечек столько не дает. Но как бы вот эта вот закрытая почва держится за счет достигнутых остатков кукурузы. Запускают либо сожжи, либо сечминя. Первое, что ему нужно, хоть чем-нибудь закрыть, хоть сколько-нибудь получить. То есть 12-17 он имеет центер и работа. 15 центер, например, это так. Он говорит, у меня деньги пойдут в следующие годы. Я вам показываю дальше. Что ж такое? Сейчас попытаемся задом запустить. У нас экономия, это наука, которая подчинять ее хочет. А здесь ее надо подчинить. Ее нужно видеть, ощущать, дышать. Вот смотрите, вот это живая, настоящая земля. Это наше будущее. Это нефть. Понимаете, из-за того, что здесь все сборно в этих гуминовых веществах. Все тут. Вы видите, что. Не нравится никаких дождей. Дождей – это бонус для земли, где за сезон 30 миллиметров осадков выпадает, а то и меньше. Ну и так хорошо. У земли свои соки. Роса питает. А уж минералов в почве достаточно. Для любых растений. Но поверить в эту реальность трудные соседи и друзья. Хотя за результаты Василия Кулагина награждают. Но его технологию не все пытают принять. Добрения не нужно вообще. Вообще не нужно. Не нужны какие-то химические заводы. Ее нужны заводы по производству огромного количества техники. Нужны середки, нужны джинские телеки. Нужно производство хипрепаратов, гербицидов, которые, в принципе, в почве, особенно при ноле, разлагаются часами. Там проблемы никаких нет. Дальше я не использую никакой борьбы с клопами, с врачом. Я считаю, что это все вообще убивает все, что есть. То есть там прекрасный, хороший баланс. То есть есть мыши, есть соусы, есть лисы. Так без оглядки на нормы шаблоны работает фермер на своей земле. Сегодня это уже 9 тысяч гектаров. Сгодные участки соседей, попав в него руки, за 3-4 года превращаются в плодородные поля. У нас есть два сайта и есть у нас три канала в Ютубе, где огромное количество этих фильмов закачивали. У меня одно время было такое желание ездить и снимать, потому что когда просто протоколируешь, это все никаким образом не воспринимается. То есть это живые люди, они живут и здравствуют, они отдыхают за сушом, у них экономика хорошая, он землю арендует, 3 тысячи рублей платит за гектар, за аренду. Это левостепная часть этого Волги, которая считается самой плохой. У нее все получается. Так, теперь я переговорил презентацию. То есть задача восстановить вот такую структуру почву, прерывную структуру почву. Теперь те теории можно вам немножко дать? Надо. Вот это мне случайно попался материальщик с американского и учебника. Вот почему я даю. Нам дают что? Вот было 7-8% гумуса, осталось 4% гумуса, большие потери по гумусу, бла-бла-бла, гумус основа плодородия, бла-бла-бла, это все бла-бла-бла. Первое. Гумус мы определяем потерю. Помните, да? Как мы определяем потерю? Берем кусок, высушиваем, взвешиваем, выжигаем взвешиваем и смотрим разницу. Метод сёлина, ему без разницы. Ежевые там существа не отживали. Он измеряет общее органическое вещество почвы. Это не совсем верно, но гумус потерян, в том числе живой организм. Чтобы было понятно. Когда мы начинаем возделывать активную почву, мы теряем ту часть гумуса, которая называется активным и ненабильным. гумусом. Делится первый пассивный гумус. Это гуминовые кислоты, которые обладают способностью, ну, они дают, например, черный цвет почвы, они набухают, делают, что почва там набухает и так далее. Вот. Они практически не теряются. При обработке почвы теряется лобильный гумус, который состоит из живой биомассы и то, чем она питается. И, скорее всего, на черноземных гумус упадет до 4-3,5%, дальше падать не будет. Нас интересует только лобильный гумус, потому что рожайность и плодородие почвы привязаны только к лобильному гумусу. Нас интересует, кто в почве живет, насколько они рожают почву. Второй момент. Если идет активная деградация почвы, у нас накапливаются кто? Плесневые грибы, потому что плесневые грибы это те живые организмы, которые могут выжить в самых плохих условиях. Плесневые грибы одновременно могут паразитировать на растениях. Поэтому огромное количество корневых гниев и других болезней связано с деградацией почвы. У Васи Кулагина на шестой год, там, где обрабатывали они фунгицидами, где они не обрабатывали контроль, разницы никакой не было. Но вначале, когда Вы начнете работать, для Вас это принципиально важно. И когда мы на ной переходе, когда у нас растительные остатки падают на почву, в которой огромное количество плесневых грибов, все плесневые грибы будут на наших растительных остатках. У нас будет расти огромная биомасса плесневых грибов. И тогда возникает вопрос, еще можно ли что-то сделать в этом случае. Теория нам говорит, что нам нужно, теория говорит, что нам нужно, первое, подождать несколько лет. Вот растительные остатки будут, в конце концов, там завернутся хорошие организмы, и у нас все выровняется. Но это может получиться, а может не получится. Как повезет. Второй вопрос, можно ли сделать этот вопрос управляемым? У нас есть три способа, как сделать этот способ управляемым. Первый. Большое количество органических удобрений, многолетней травмы, это классика, которая вас учат. Но у нас органических удобрений, необходимости сеять многолетней травмы нету, по той причине, что у нас нарушено равновесие между животноводцами и растеневодцами. Мы бы хотели, но нет возможности. Второй вопрос. Есть тема сибиральных культур, есть тема промежуточных культур, есть тема многобидовых культур. Так, функциональный отдел здесь, пациентный сок. Так. Тема седератов. То есть, что предлагается первое? Особенно, когда мы переходим на новую тему, то, что в Казахстане активно используются ляковые седераты. Мы, не обрабатывая почву, у нас химический пар, у нас начинает расти огромное количество биомассы. Это источник органики. Это источник внешней органики мёртвого углерода. Одновременно растения живы, и есть в деревне карбинерия. Огромное количество в деревне искренних растений. Огромное количество сахаров. Сейчас. Я расскаю. Так вот, есть. Что-то нам захочет. То есть... Да что-то оно не переключается. Ладно. Пока-то нечего. Следующий смысл какой-то. Нас интересует не просто для массы. Есть вопрос огромной синтрофной ассоциации, которая складывается в почве. Примерно 15 лет назад, когда стали делать секенс-анализ, то есть оказывается, можно по ДНК восстанавливать состав микробового почвения, было обнаружено несколько вещей в совершенно прежнюю систему представлений вписывающих. Первая вещь. Он выделил... Первоещее, которое занимался микробами почвы, был такой виноградский, он жил конец 19-го, начало 20-го века. Русский человек большую часть жизни прорывал во Франции. Он нашел азотобактеры, то есть он выделил азотофиксаторы из почвы, и все опыты, которые он делал, он выделял из почвы, искусственных питательных средств, и функцию организмов тоже определял на том уровне знаний, который есть. Когда стали определять по ДНК, кто в почве живет, 9 десятых организмов почвы, которые были обнаружены, оказалось, что в них не знали ничего. Чего они делают, как они там структурно находятся. Оказывается, в нормальной функционирующей почве организмы завесят друг от друга, могут один организм в форме другого. Такие огромные циклы заворачиваются биологические. Каждый держит другое. И этой темой, в 83-89 год, занимался Институт физиологии растений и микроорганизмов в Саратове. Они не лезли в молекулярную биологию, они не лезли на определение, не говорили, нам не нужно знать, как зовут именами и фамилиями этих микробов. Нам нужно запустить процессы. И их интересовал вопрос, можно ли запустить восстановление связей между микроорганизмами, так, чтобы они начали работать. Как запустить плодородие почвы, не заглядывая микроскопы. И они нашли несколько интересных вещей. Но оказалось первым, что азотофиксация, например, и фосфатмобилизация может заниматься огромное количество микробов в почве. Азотофиксация где-то процентов 75. И если этих микробов заставить вместе работать, то не давали увеличение азотофиксации 50 килограммов ДВ умножить на 1000, на 3 порядка. Они говорят, мы получали столько азота, даже в обмотоверном ракете от фактуса, что наши приборы, которые мы определяли, они просто зашкаливали и говорили, что это невозможно. И они тогда писали в отчетах, мы получили увеличение природной азотофиксации на 1,7 раза. Хотя на самом деле там в сотни, в тысячу раз было увеличение азотофиксации. Главный ключевой момент, который оказался, запускающий этот процессор, оказалось наличие увеличения поверхности почвы. То, о чем строится маутил. Маутил – это система мальчированного рассея, и когда на почве находятся слои органики, в узком слое почвы, голодной почвы, почвы, которая разрушена, мы видим, почвы, песок, рыб, биологических компонентов мало, то есть плесневые грибы, все равно в узком слое почвы, сантиметра от 1,5-2, возникает биологический взрыв. Спасибо. Спасибо. Спасибо.